МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров. И сегодня в нашей программе. Вдали от войны. Глава Чувашии проверил, в каких условиях проживают беженцы из Украины. Глобальные планы. Председатель правительства ознакомился с инвестиционными проектами городских предприятий. Проплыть, проехать, пробежать. В Чебоксарах завершился финальный этап молодежной спартакиады по триатлону. Мы считаем и будем считать вас своими братьями. Такими словами начал разговор с украинскими переселенцами глава Чувашия Михаил Игнатьев. Сегодня он побывал в двух чебоксарских гостиницах, где проживают большие группы из Луганской области. Чтобы убедиться, помощь им оказывается в полном объеме и своевременно. Эта группа вынужденных переселенцев приехала в Чебоксары три недели назад. Кто-то уже успел переехать в другой регион, кто-то в районы республики, но большая часть по-прежнему живет в гостинице на Контуре. Вместе с ними здесь обосновались и врачи, и представительство службы занятости, миграционный и социальный служб. Ну да, каждый день у них вопросов очень много бывает. Глава Чувашии в первую очередь поинтересовался, какие проблемы остались нерешенными. Оказалось, все необходимое у гостей есть, но среди тех, кто живет на Контуре, много мам с маленькими детьми, которые на работу не могут выйти, и пособия не получают, поскольку не определились со своим статусом, беженцы ли они, временные ли переселенцы. Михаил Игнатьев поручил решить этот вопрос в каждом конкретном случае. Благотворительные средства будем собирать и адресно решать эту проблему. Потому что пока вы не получили полный статус, мы не можем вам по нашему законодательству платить деньги за счет благотворительства. Понятно, что людям, вырванным из привычного окружения, пережившим ужас войны и сейчас живущим в постоянной тревоге за своих близких, трудно войти в нормальный ритм. Но мы готовы вам помочь, пообещал глава Чувашии. Мы будем создавать все меры для того, чтобы они чувствовали, как дома. Это наши братья, они приехали к нам. Те, кто приехали из Ростовской области чуть позже, уже практически все определились. Собственно, они и ехали в Чувашию, зная, где будут работать. Республиканская служба занятости проводила в лагере для переселенцев ярмарку вакансий. Сегодня большинство вопросов уже решено. Медосмотры пройдены, дети в школы записаны. Многим удалось найти кров. Его предоставили неравнодушные жители Чувашии. Например, Никите Друзьеву и Юлии Пшеничного с детьми досталась пустая квартира в Новочебоксарске совершенно бесплатно и на любой срок. То, что здесь действительно готовы помочь, Никита и Юля почувствовали сразу. Учебоксары нас потрясающе встретили, вплоть до того, что у нас обогнала машина. Махнули рукой, остановили, сказали, ребята, мы смотрим телевидение, мы за вас переживаем, не сочтите, не обидьтесь. Вот достал 5000 рублей из кошелька и дал нам для детей. Первый же вечер, когда мы приехали. Ему так сели до слез, просто приятно. Настолько благодарны народу вашему за сочувствие. Елена Гальперина, Антон Вовк, Республика. С тем, как живут жители Канаша, Михаил Игнатьев знакомился накануне. Глава Чувашия посетил город жизнедорожников в рамках рабочей поездки. Дорога от своего до соседнего дома для Елизавета Остиной настоящая полоса препятствий. Чтобы преодолеть расстояние, слабовидящая женщина берет с собой помощницу. Согласка в том, что вдвоем по узкой асфальтированной дорожке пройти невозможно. Приходится идти по проезжей части. Еще одна проблема, которую волнует канашцев, неоправданная высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг. И начисляют оплату, несмотря на то, что горячей воды в домах не бывает неделями. Михаил Игнатьев дал городским властям один месяц на то, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и наказать виновных. Ну, недоработки, как в любом городском хозяйстве, они есть. Мы же не приехали на праздник. Мы сегодня находимся с рабочим визитом. Посмотрели, где на самом деле ситуация улучшается. Не то, что было три года назад. Да есть вопросы к городскому хозяйству. Кое-что мы сделали, люди увидели, что на самом деле пошла работа по улучшению благоустройства территории. По мнению Игнатьева, в третьем по величине города Чувашии качество жизни улучшается. Вопросы переселения из ветхого жилья уделяется особое внимание. Улучшаются жилищные условия многозетных семей. Глава Чувашии осмотрел построенный в рамках реализации республиканской целевой программы 65-квартирный дом и Канажский городской парк культуры и отдыха. В ближайших планах строительство нового полигона для мусора и благоустройства центрального парка. Чтобы счастливо и безбедно жить, необходимо реализовывать продукцию собственного изготовления. В городе Канаж есть совершенно уникальный опыт объединения предпринимателей по созданию единой торговой сети. Восемь предпринимателей два года с лишним назад объединились и объединили свои 25 продовольственных магазинов. И их объединение получилось удачным. Все магазины до сих пор работают. Причем они выработали свой единый фирменный внешний облик, выработали единую вывеску, ассортиментную политику и маркетинговую политику. И теперь они таким образом смогли противостоять приходу федеральных сетей. Все из продовольственных магазинов под говорящим названием «Наши» реализуют продукцию преимущественно местных производителей. Объясняется это тем, что нашим предпринимателям выгоднее всего закупаться у наших же производителей. Однако проблемы в торговой отрасли все же остаются. Частники в Канажском районе получают 10 рублей за литр молока, тогда как в других районах цена поднялась до 13. Этот и другие вопросы социально-экономического развития обсуждали уже на совещании в администрации муниципалитета. Назывались основные проблемы и обсуждались возможные пути их решения. Глава республики подчеркнул, что Канаж имеет внутренние резервы и большой потенциал, которые надо использовать на благо горожан. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. Осмотр и реконструкция завода «Керамика», знакомство с реализацией инвестиционного проекта по клинкерной плитке, а также проверка строительства гостиницы класса «Три звезды». Таков был план на сегодня у председателя кабинета министров Ивана Маторина. Вместе с ним по объектам ездила и наша съемочная группа. Первым делом председатель кабинета министров отправился на завод по производству санитарно-технических изделий в Новочебоксарск. Как оказалось, предприятие реконструировали и переоснастили. Теперь сантехника производится в основном на западном оборудовании. Кстати, организация планирует увеличить производство до одного миллиона изделий. Сейчас после внедрения нового оборудования происходит цикл технологического приспособления этого к оборудованию. И мы сейчас постепенно выходим на эту мощность. То есть сейчас, наверное, процентов 50 от этого уже реализовано. Но чем ближе к этому миллиону, тем сложнее дальше реализовывать. Иван Маторин предложил предприятию договориться со службой занятости и проводить обучение работников на новом оборудовании. А вот на территории строительства предприятий по производству клинкерной плитки ни проблем, ни вопросов к премьер-министру не было. Все идет по графику, четко, по каждому виду все просчитывают. Никаких вопросов нет. Администрация помогает. Все оборудование по первому заводу, как я сказал, привезено, уже поставлено, сейчас идет пистолет, сейчас пройдемся, пейзу уже мы запустили. Самое главное в сердце, это пейзу, 96 метров. Сушилу завтра запускаем. И на следующем деле первые образцы блюдка уже получат. 300 тонн глины будет перерабатываться на этом заводе. И неудивительно, что руководство решило провести свою ветку железнодорожного транспорта. Один из двух заводов будет готов уже через три месяца, а к декабрю этого года должны запустить гостиницу класса «Три звезды» на улице Карла Маркса. Даже несмотря на то, что пока на объекте работают лишь 16 человек. Первоначальными планами немного скорректировали, да вы? Да, чуть-чуть, да. Я посмотрел, и пуск запланировали уже на следующий год, и экспертиза, и там проектирование все-таки подзатянулось. Чуть-чуть сдянулось. А с чем связано-то? Сам по себе здание приспосабливать надо, или с себе сам договариваться? В целом, председатель кабинета министров проверкой остался доволен. Нормальная рабочая поездка, в принципе, все три предпринимателя, все компании работают над своими проектами инвестиционными. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. За первое полугодие 2014 года в Чебоксарах создали 1403 семьи. По сравнению с показателями прошлого года марш Мандельсона прозвучал больше почти на сто раз. С чем связан такой рост? Подробности в следующем сюжете. Сейчас в моду все больше входит так называемый в народе гражданский брак. Совместное проживание без штампа в паспорте. Мы решили пройтись по улицам города и узнать, что думают по этому поводу горожане. Лучше, конечно, зарегистрировать отношения. Мы сами жили так больше года, наверное, в гражданском браке. Вот недавно, тоже две недели назад поженились. Но как-то больше стабильности получается, уверенность в будущем. Тем более для детей тоже важно, чтобы родились в полноценной семье. Ну, я думаю, наверное, за регистрацию. Ну, потому что, как бы, ну, не знаю, проще всего, когда все законно. Можно с гордостью и достоинством носить обручальное кольцо. То, что у тебя есть спутник жизни. Есть человек, за которого можно умереть. У каждого родителя, я думаю, что только за, чтобы у них дети были зарегистрированы. А что это за гражданский брак еще? В ходе опроса стало ясно, что большая часть города выступает за узаконенные отношения. Каждую пятницу и субботу ЗАГС в Чебоксарах регистрирует от 40 до 50 пар. С введением электронной подачи заявления все стало гораздо проще. Молодые не приходят к нам подавать заявление, не стоят в очереди. За электронную заявку можно подать через портал государственных услуг Российской Федерации. Выбрать регион Чувашская Республика, выбрать Министерство юстиции Чувашской Республики, выбрать государственную услугу регистрация брака и подать заявку. Выбрав дату и время регистрации нужно будет лишь подойти в определенный день в ЗАГС для подтверждения заявки. Причем вас пропустят вне очереди. А дальше уже в ход идет фантазия жениха и невесты. Как сделать этот праздник самым романтичным и запоминающимся? Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика. Стало больше и новорожденных в столице Чувашии. С начала года на свет появились почти 5000 малышей. В июле же в Чебоксарах родились 436 мальчиков и 368 девочек. В 14 семьях города родились двойни. На набережной Чебоксарского залива стартовал финальный этап третьей спартакиады молодежи России по триатлону. Плавание на 1500 метров, велогонка на 40 километров, а после кросс 10 километров. Все это преодолели спортсмены. Кто лучше всех справился с этой задачей и как выступили представители Чувашии, знает Екатерина Абрамова. В первый день спартакиады старт прозвучал для мужчин. Среди них 4 спортсмена из Чувашии. К сожалению, ни одному из них не удалось войти в число призеров. Все три медали ушли в копилку москвичей. Лучший же результат из спортсменов Чувашии показал Евгений Степанов. 11 место. Такой результат спортсмены не удовлетворил. Это не сложная трасса, просто что-то не пошло. Горок нету, бездеравнина. Трасс легкая. Его тренер Владислав Дмитриев смотрит на результат более оптимистично. Теперь он знает, на что нужно обратить внимание при подготовке спортсмена к первенству России по дуатлону, которая пройдет в сентябре. В принципе, задача выполнена, потому что 10-й и 12-й результат для Степанова оказался мне оптимальным, и он это справился. Он 11-й. В спартакиаде принимали участие спортсмены от 19 до 23 лет. Однако своей силой решил попробовать 17-летний триатлонист Дмитрий Ефимов из Шумыршинского района. Проплыв и проехав наравне со всеми, он не смог завершить бег и сошел с дистанции. Но тренеры-спортсмены не расстраиваются. Так, молодой триатлонист получил возможность проверить свои силы накануне юношеских Олимпийских игр. Они стартуют уже 18 августа. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика. Завтра глава Чуваши Михаил Игнатьев ответит на вопросы журналистов, ведущих средств массовой информации Республики. Видеоверсию пресс-конференции можно будет увидеть в эфире национального телевидения Чуваши 18.30. Аудиоверсию на национальном радио, а также спецрепортаж на Таванрадио. Это все новости, которые мы успели вам рассказать сегодня сразу после нашей программы интервью по существу. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok